Роспотребнадзор на этой неделе предложил понизить градус горячей воды, повысив в свои инициативы градус общественного напряжения. Вода в кранах многоквартирных домов может стать холоднее на 10 градусов. Сейчас это 60, будет 50 в целях экономии. Моя коллега Алена Бензик убедилась, что и сегодня горячая вода в домах омичей до норматива не дотягивает, да и сэкономить на этом точно не получится. Замеры будем делать в разных районах города. Для чистоты эксперимента выберем средние этажи типовых панельных многоэтажек. Ну а для точности наших показаний сливать воду будем целых три минуты. Ленинский округ, улица Калинина. Открываем кран на полную. Температура воды должна быть 70 градусов, а это уже ожог первой степени, но хозяин квартиры Дмитрий спокойно трогает ее рукой. Вот даже сейчас льется абсолютно горячая вода, я держу руку и не сказал бы, чтобы она настолько горячая, как нужно. Вместо 60 градусов всего 37. Это подтверждает шкала термометра для купания младенцев. В доме на Звездово-Куйбышевского округа пенсионерка Галина Семеновна моет посуду исключительно горячей водой. Ну в принципе, ей можно и мыть, и разводить. Хотя в ванной комнате температура воды достигает неплохого результата – 56 градусов, но выше этого нигде не поднимается. Специально градус никто не понижает. Горячей воды может не быть по разным причинам. Поставщик не соблюдает температурный график, изношено оборудование или воду в квартирах льют неравномерно. Но чаще амичи переплачивают за недогретую воду из-за тупиковой открытой системы горячего водоснабжения. Кипяток идет к дому, а ТЭЦы быстро остывает. Эксперты отмечают, выгоднее получать горячую воду по закрытой схеме. Когда вода нагревается в подвале дома, после циркулирует по кругу, а поставщику остается лишь поддерживать температуру. Но на такую систему город перейдет не раньше, чем к 2020 году. Это проблема нетипичная. Все города Сибири подключены по горячему водоснабжению зимой и летом по закрытым схемам. Город Омск – это исключение. Но так сложилось у нас исторически. По закону, если горячая вода в доме ниже 57 градусов, то и платить за нее надо меньше. А если термометр показывает не выше 40, то плата за нее вообще должна быть как за холодную. Но перерасчет требуют немногие. Еще 6 лет назад Александр Рассказов посчитал, что ежемесячно вместе с водой спускает в трубу около 200 рублей. Но вызвать комиссию, фиксировать нарушения, добиваться перерасчета в суде не стал. Пожалел времени и сил. Узнав об инициативе Роспотребнадзора снизить градус подаваемой в дома воды, готовится платить за нее еще больше. Дело в том, что сейчас, когда идет температура горячей воды в пределах 60 плюс-минус 3 градуса, ну у нас где-то держится 60-65 градусов. Человек горячей воды потребляет меньше, потому что он добавляет больше холодной воды, чтобы разбавить эту воду. Холодная вода, кубометр холодной воды сейчас стоит 14,63, а кубометр горячей воды где-то 89, могу ошибиться, рублей за кубометр. И разница, а когда уберут эти 10 градусов, тогда человек будет лить горячей воды больше. Эксперты тоже подсчитали. При снижении температуры горячей воды на 10 градусов, ее расход увеличивается на 40%. Выгоду от изменений норм Санпина получат в основном поставщики тепла. Они смогут тратить меньше энергии, чтобы нагреть воду. Сегодня Галине Семеновне едва хватает скромной пенсии, чтобы расплатиться за коммунальные услуги. Женщина вынуждена экономить. Когда я в ванной искупаюсь, то эту воду я по возможности что-то простирну в ней. И ведерко по надобности в туалет тоже самое смываю этой же водой. Ну в течение примерно трех дней. И если депутаты Госдумы все-таки решат понизить градус горячей воды в кранах, то одновременно повысят градус недовольства потребителей. Алена Бензик, Константин Демиденко, Алексей Попов, Евгений Слепов. ОМСК.Здесь.